Если ты из Москвы, тебе уже есть 18, переходи по ссылке внизу, получай свой бесплатный пригласитель и наш ночной клуб Изи Москова. Я тебя встречу и ты классно проведешь время. Есть в индустрии видеоигры занятный феномен имени Paradox Interactive. Жанр глобальных исторических стратегий обязан и своему появлению именно шведской компании. До сих пор оккупирован ей уже без малейших намеков на конкуренцию. Парадоксов часто ругают за любовь к дроблению своих игр на десятки DLC. За баги, за долгий выпуск патчей, за отсутствие третьей части Виктория. Наконец, но их стратегию все равно боготворят. И выход новинки – это всегда большое событие для любителей жанра. В этом году таким событием должен стать релиз Crusader Kings 3, намеченный на первый день осени. С тобой, Сади, это обзор новой игры. Для тех, кто вдруг забыл, что представляет собой серию Crusader Kings, напомни, перед нами классическая глобальная стратегия Paradox, посвященная европейскому средневековью. Основное отличие от других проектов в шведской студии заключается в том, что игра позволяет взглянуть на масштабные исторические события с точки зрения не отдельно взятой страны, ее экономики и лярами, а глазами пусть и могущественных, но все-таки обычных смертных представителей, правящие знать от мелкого графа до императора. Пытаясь руководить государством, управляя лишь одним человеком со своими слабостями и достоинствами, занятие, как показывает популярность второй части, весьма интересное. Разработчики отвечали поклонникам взаимностью, вторая честь за свой долгий путь не стояла на месте, а постоянно развивалась. Любимым для Paradox способом с помощью DLC. Но сейчас, видимо, пришло время сделать качественный рывок. Начать решили с кардинальной переработки внешнего вида интерфейса, при всем желании не спутать с другими проектами на движке Clausewage Engine. Так как перед нами игра с акцентом на персоналии, неудивительно, что по сравнению с прошлой части, внешний вид персонажей преобразился кардинально. Если раньше было достаточно небольшого портрета, то теперь перед нами полноценная трехмерная модель с лаконичной, но выразительной анимацией. Персонаж стареет, меняет образ жизни, получает раны и увечья, болеет, и все это происходит с изменениями внешнего вида. Благодаря множеству вариантов поз, одеяния и выражения лица, порой можно по мерлентному взгляду на персонажа понять, что это за фрукт, и чего от него ждать. Сверху с параметрами и свойствами личности зачастую подтверждает первое впечатление. Да, перед нами действительно бестолковый пьяница или хитрый подлец, как и показалось в начале. Количество автоматически настраиваемых на основе происхождения и образа жизни параметров внешнего вида, по словам разработчиков, выросло в разы. И правда, дух внешне одинаковых персонажей не встретить, а вот похожих запросто. Здесь учитывается наследственность, поэтому родственные связи заметны сразу. Забавно, но иногда различия во внешности между отцом и сыном заставляют задуматься о том, не нагуляла ли жёнышка ребёнка на стороне. Ещё раз подчеркну, дело не ограничилось лишь с заменой двухмерных портретов. Трёхмерными. Иллюстрация каждого события, эдакие мини-квесты, ставшие визитной карточкой всех стратегий, это парадокс, отдельная сценка с подорванным тему фоном. А персонажи на ней принимают соответствующие позы и меняют выражение лиц. Если вспомнить ситуацию с подозрением на измену, то сообщение о рождении наследника и случившееся через несколько лет открытие тайны его происхождения будет представлено двумя совершенно разными сценами. И без чтения текста понятно, как каждая ситуация. В целом, художники предоставили отличную замену пресловутому отыгрышу в голове. В той его части, которая касается внешнего вида персонажа. Просто сравните экран персонажа и окошки событий с тем, что было в прошлой части. Налицо огромный скачок качества в нужном направлении. А вот дизайнеры интерфейса со своей задачей справились заметно хуже. Он структурно копирует интерфейс из второй части, но при этом пестрит какими-то странными решениями, которые изрядно мешают. Контекстное меню вызывается щелчком по персонажу, иногда развернуто не до конца, хотя свободное место есть. Приходится кликать лишний раз. Некоторые события, в том числе, важные, никак не оповещают игрока о своем наступлении. Например, однажды, и невозможно было долго понять, откуда королевство прирастло парой новых герцекстов. Перешли по наследству к одному из засалов, были им завоеваны непонятно. Ко всему прочему, история смены владения каждой провинции нигде не указана, что тоже добавляет путаницы. Невозможность посмотреть прежних супругов. Кнопка есть, но не активна. Открываемость только через задания советников в отдельные режимы карты, прокрутка экрана при попытке навести на элементы интерфейса у его края. Вроде бы мелочи, но как же они раздражают. Есть проблемы и из-за локализации. Если качества текста претензий практически нет, кроме, пожалуй, путаницы со склонением в некоторых событиях, то о проверке на длину фраз переводчики частенько забывают. Надпись «Могущественный вассал» в описании персонажа, которая задвигает табличку с его параметрами, куда-то за границу окна. Самый заметный, но не единственный ляб такого рода. Наконец, порой встречаются пропущенные перемены в подсказках. Любуйтесь на слова «мясенькие» вместо описания какого-то аспекта стратегии. Зато сами подсказки – просто эталон того, как надо организовывать справочные материалы в подобных сложных играх. Почти каждый элемент интерфейса, каждое обозначение ресурса или параметра обладает всплывающим окошком с описанием, где выделены ключевые слова, которые в свою очередь являются ссылками на новые подсказки. Наглядно, доступно и очень удобно, поэтому новичке вполне реально обойтись без обучающего режима. Достаточно внимательно читать эти самые подсказки. Подсказки, впрочем, помогут не только новичку. Даже если вы эксперт по парадоксовским играм, потратить время на то, чтобы разобраться в новых механиках, все равно придется. Сразу скажу, что вы по количеству контента третья часть уступает предшественнику, неудивительно учитывая постоянное развитие последнего на протяжении многих лет. Понятно, что и здесь не обойдется без дополнений. Грубо обрезанные на границе с Китаем карты на это недвусмысленно намекают. Впрочем, выборы достойные без китайских правителей. Мир огромен и простирает от Исландии на северо-западе до Индии и азиатских кочевников на юго-востоке. Представлен также солидный кусок Северной и Центральной Африки. Стартовых дат две – 867 и 1066 годы, а заканчивается все в 1453. В каждой стартовой точке предлагают несколько персонажей, отыгрыш которых представляет особый интерес. Но вообще можно выбрать любого феодала из имеющихся, за единственным исключением быть, папой римский или главой любой другой конфессии Низия. Что же ждет игрока после того, как выбор сделан и начата новая партия? Сказать «глаза разбегаются» значит ничего не сказать. Весьма сложная стратегия, особенно для новичка в жанре. Описание всех возможностей потребуется отдельного материала, гигантских размеров, а для напрашивающегося в сравнении со второй частью необходимо экспертное знание Сирии. Что такое гранд-стратегия-парадокс? Если отбросить официоз, то не найти формулировки лучше, чем знаменитая фраза про симулятор-малера. И эта игра, на первый взгляд, не исключение, тем более, что разнообразные инструменты для достижения покрасочных целей здесь хватает. Существуют они не в отрыве друг от друга и образуют комплексную систему, в которой постоянно взаимодействует множество самых разных элементов, от экономики до придворных интриг. Желаете купить армию наемников и начать завоевание крестных земель? Без претензий на владение другой территорией даже войну не объявить. Ищите претендентов на титул, приглашайте их ко двору. Жените на своих родственниках и придворных, и только после этого нападаете. Или фабрикуйте претензии с помощью советника, или просите разрешения у папы и развязывайте священную войну против иноверцев. Как ни странно, военное дело в игре – один из самых простых аспектов игры. Не потому, что воины тут примитивны сами по себе, хотя сражения стали совсем уж казуальными, а в сравнении с другими возможностями. Например, экономическая система зависит не только от банальной налоговой ставки и требует умения тщательно выбирать управленческие кадры. Или наоборот, менять налогоплательщиков под свои запросы. Каждый вассал должен быть на своем месте, даровать титул владельца арабско-мусульманской провинции, католику-французу, плохая затея. Или меняйте культуру региона и обращайте население в свою веру, или ищите более подходящего управленца, иначе до восстания рукой подать. С вассалами лучше дружить, принимая во внимание их интересы. Кому дать место советника, воздать по заслугам, достойному или умастить потенциального бунтовщика. Впрочем, подчиненных можно и запугать. Пытки и казни помогут держать страхи своих вассалов. Внешне дипломатические отношения не заключаются в одном лишь соперничестве или союзах между соседними государствами. Есть многое взаимовыгодные браки между детьми правителей, предательство вчерашних союзников, религиозное объединение против общего врага, постоянная чехарда из-за законов наследования, после которой империи распадаются на мелкие герцогства, наконец, взаимодействие с папой, который заслуживает отдельного разговора. Сложно переоценить ту роль, которую играла религия в средневековом обществе. Разработчики это прекрасно понимают. Поэтому в церкви и в вере в Круссейдер Кинг 3 уделено огромное внимание. Дело не ограничивается наличием нескольких религий. С набором плюсов и минусов, каждая религия содержит уникальный набор параметров в виде догматов, доктрин и списка грехов и добродетелей. Продумано все до мелочей, кроме ключевых свойств, присущих конкретной религии. Также определяется форма брачных отношений, и именно церковь решает, какое поведение считается предусредительным или преступным. Не устраивать ни одной из имеющихся конфессий, можно создать свою собственную. В этом есть как практический смысл, так и чисто развлекательный элемент. Настройке поддается каждый параметр, поэтому возможны самые разнообразные варианты. Как вам, например, ересь, делающая похоть добродетелю и разрешающая каннибализм, которая старала благодаря вам основой религии в государстве. Но самое интересное – это интриги. Темная сторона высокого средневекового общества, который опирается на три ключевых понятия – влияние, происки и секреты. Влияние – это возможность заставить другого персонажа принять нужное решение. Получить его можно по-разному. К примеру, иногда пленников лучше выпускать из темницы не за выкуп, а бесплатно, посадив на крючок. Влияние пригодится, когда цель не хочет принимать наши условия каких-либо приговоров, будь то предложение женитьбы или изменение вассального договора. Полезнее всего, конечно, использовать влияние во враждебных происках, чтобы заставить кого-либо присоединиться к плану убийства или похищения. Происки используются для того, чтобы улучшить отношения, вплоть до соблазнения дамы. Что до секретов, то это скрыто от общественности знаний от разных темных делишек, будь то убийство, супружеская измена или выксозвращение. Зависимость – это исповедуемые религии и государства. Секрет можно раскрыть, что грозит скандалом или поводом для преследования по закону. А можно и использовать в целях шантажа, что дает все тот же крючок. Особо страшные и тайны позволяют получить сильное влияние. Оно, в отличие от слабого, не пропадает после использования, а лишь становится недопустимым в течение какого-то времени. Но вся прелесть игры даже не в этом. Да, сложный игровой процесс, да, разные механики переплетены друг с другом, а любое действие в одной области может окунуться позже в другой, причем самым неожиданным образом. В плане сюжета эта стратегия, пожалуй, может смело сопринчиться со многими ненарративными проектами. Настолько интересную историю она порой создает. Игра показывает, что развязывать войну с соседним правителем можно из-за неосторожно брошенного слова на перу, что клятва в любви до гроба порой лишь слово, а храбрость и отвага можно использовать в самых корыстных целях. Наглядная подача непредсказуемого развивающегося сюжета обеспечивается за счет довольно простой механики. Тех самых событий, постоянно разникающих в жизни ваших персонажей и требующих конкретных решений. Так, игроку часто выгодно совершать всякие гадости, вроде пыток или убийств. Очевидно, выбрать их в случае, когда решение оправдано с точки зрения закона. Средств можно уменьшить, опять же, способов для этого умные, зависят они образ жизни и привычек. Пьяница найдет утешение в вине, атлет в занятиях в физкультуре. Но и здесь никуда не деться впоследствии. Во втором примере ждите отрицательный модификатор к отношениям из запаха пота. В итоге, каждая личность под нашим управлением выглядит достоверно. Решение, пусть и обусловлено чисто практическими интересами игрока, заметно реже вступает в правительство речи с миром игры, с точки зрения отыгрыша. Роли даст форум многим RPG. Лучший вариант для погружения в мир этой эпохи, я пожалуй, назовусь. Kingdom Come Deliverance не хватает свободы выбора. Mountain Blade 2 все еще барахтается в раннем доступе, и обе заметно уступают вверению парадокса количества контента. Crusader Kings 3. Игра хоть и изумительная, но далеко не идеальная. Есть баги, где-то хочется большей глубины, все те же в сражениях, например. Далеко не все механики из второй части перекочевали в третью, а заготовки под DLCs ведут не обооруженным взглядом. Тем не менее, сейчас наблюдают жизнь целой династии под своим управлением необыкновенно увлекательно. Особенно, если поставить на первое место погружение и отыгрыш роли. Конечно, можно смотреть на крестоносов, так как и положено тем самым Малеран, составляющим львиную долю аудитории подобных стратегий. Красить все подряд, выбивая самые сложные ачивки и стараясь завоевать весь мир, начав с захудалого графства. Любители подобного геймплея, особенно из ветеранов серии, вряд ли оценят мои восторги. Однако, я рискну оставаться при своем мнении. Перед нами в первую очередь ролевая игра с широчайшим горизонтом возможностей, а уже потом стратегия. Но именно этим Crusader Kings 3 прекрасно. Большое спасибо за внимание, подпишись на мой канал.